МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу Республика в студии Ольга Пырочкина. Смотрите сегодня. Учиться и учить по-новому. В Чебоксарах педагоги на конференции обсуждали актуальные проблемы образования. Водить по закону. 18 мотоциклистов получили права. Фильм, фильм, фильм. Сегодня в стране отмечают День российского кино. Учиться и учить по-новому. О модернизации столичного образования говорили сегодня на традиционной августовской педагогической конференции в Чебоксарах. Обсудили и одну из основных тем, поднятых накануне на республиканской конференции. Как повысить качество обучения? Одна из главных проблем укрепления материально-технической базы решается теперь на федеральном и республиканском уровнях. Благодаря своевременному финансированию во многих школах и детских садах появились современные компьютерные и медицинские кабинеты. Проведен ремонт в столовых, спортивных залах. Установлено новое оборудование в пищеблоках. Согласно этим условиям, образовательное учреждение должно предоставить нормальную скорость интернета, полный набор учебников, которые необходимы для освоения стандарта, осуществлять полноценное питание. И те оздоровительные комплексы, которые предусмотрены в стандарте, они тоже должны быть в образовательном учреждении. Это компетенции муниципалитета и компетенции руководителя образовательного учреждения. Надеюсь, что наши школы вздохнут немного, потому что им не надо будет думать о текущих крышах, о старых окнах и сосредоточиться на качестве, на результатах обучения и воспитания. И я бы хотела подчеркнуть, что воспитание ставим на первое место. Повышение заработной платы также должно стимулировать педагогов. До конца этого года, по заверениям главы города Чебоксары, размер зарплаты работников педагогической сферы увеличится и к концу года достигнет средний по экономике республики. В 2013 году на отрасль образования выделено почти 3,5 миллиарда рублей. В том числе на заработную плату 2,5 миллиарда рублей. Среднемесячная заработная плата учителей города Чебоксары за первые полугодия 2013 года составила 19 800 рублей. Воспитатели детских садов 15 600 рублей. Педагогов дополнительного образования 13 400 рублей. Не обошли вниманием и новый закон об образовании. До 1 сентября остаются считанные дни, поэтому всем работникам педагогической сферы порекомендовали еще раз проштудировать статьи закона, чтобы встретить учебный год во всеоружии. Этот год действительно новый во всех смыслах, поскольку мы начинаем жить в условиях нового закона об образовании в Российской Федерации. Прошу обсудить на педсоветах перспективы развития учреждений, чтобы каждый к Новому году обрело свое лицо. Кроме этого, перед коллегами выступили руководители школ, учреждений дополнительного образования. Поделились своим положительным опытом. Лучшим из лучших в своей сфере сегодня вручили государственные и ведомственные награды, почетные грамоты и дипломы. Для меня вот эта награда, она, наверное, будет еще больше вдохновлять в своей работе, так как я учитель чувашского языка. Для городских детей это совершенно, скажем, иностранный язык, поэтому вот такая награда, такая честь, она будет вдохновлять дальше и дальше работать с настроением, с восхищением. Галина Титарчук, Андрей Спиридонов. За три года в республике должны заработать 100 фельдшерско-акушерских пунктов. Четыре фапу же принимают больных. Еще один открылся в деревне Ойгасас-Ламасы Ядринского района. В Ядринском районе планируют построить семь модульных фапов. В деревне Ойгасас-Ламасы – первый. Строительство здания обошлось в 1 миллион 700 тысяч рублей. Основную часть затрат взяла на себя республика. Инженерные сети ввели за счет муниципалитета. Условия очень хорошие. И аппаратуры все новые. И детские пеленальные столики нам дали. И новые весы детские. И женские кресла новые. Сухожировые у нас не было. Сейчас сухожировый шкаф работает. На открытие нового ФАПа прибыл и глава республики Михаил Игнатьев. Фельдшерский пункт был здесь и раньше. Специалисты хорошие, но условия для приема больных были некомфортные, говорят жители. Все преимущества нового здания и оборудования вместе с ними оценил и глава Чувашии. Кабинет приема пациентов, помещение для хранения лекарственных препаратов – процедурный. Здесь будет удобно и приятно не только медперсоналу, но и пациентам. Какими в основном болезнями страдают жители села? В основном давление. Сердечно-сосудистые давления. Гипертоническая болезнь. У молодежи какие болезни? Молодежь. Травмы. Травмы. Острые заболевания. ФАП будет обслуживать жителей двух деревень. Это 350 человек. Среди них есть и новорожденные, и пожилые. Пациентов будет принимать не только участковый врач, но и узкие специалисты. Это немаловажно. Ближайший офис врача находится в пяти километрах, а районная поликлиника – еще дальше. Старости уже давление мешает иногда. Стрессы какие-нибудь, придется туда бегать. У нас недалеко по улице идти. И асфальт. Хорошо. Шагаем потихоньку, если болеем. Но не хочу болеть. Не буду много туда идти. Терапевт Вера Порфирьева приехала сюда по программе «Земский доктор». Всех жителей деревни она приглашает в новый фельдшерский пункт. Важно не только своевременное лечение, но и профилактика различных заболеваний, отмечает молодой специалист. Открытие нового ФАПа для жителей деревни – событие значимое. Песнями и плясками они отметили этот праздник. Как утверждают врачи, хорошее настроение тоже способствует выздоровлению и нормальной работе организма. Надежда Яковлева, Андрей Спиридонов, Республика. То, что 20 лет назад казалось фантастикой, теперь становится реальностью. Развитие геопорталов стало одним из главных направлений в информационном пространстве сети интернет. В Чувашии уже в полную силу работают государственные сайты, которые позволяют получить достоверную информацию за короткое время. Государственные услуги на интернет-портале Росреестра доступны каждому. На сайте можно получить справочную информацию по объектам недвижимости, узнать их кадастровую стоимость, а также сделать запрос для получения более подробных данных. А чтобы избежать очередей, жители Чувашии могут предварительно подать онлайн-заявку на любое удобное для них время. Благодаря геопорталу Росреестра информация стала гораздо доступнее и качественнее. Мы купили земельный участок, и теперь у вас вопрос, как далеко находится коммуникация. Вот вы идете в управление архитектуры, а они вам говорят, а у нас данные устаревшие. Идите в водоканал, идите в горы электросети, идите туда-то. Вот этого быть не должно. Должно быть, что владелец этой информации, ну возможно за какую-то определенную плату, вам предоставит возможность посмотреть все слои вокруг вашего земельного участка. Создание геопортала – это длительный и трудоемкий процесс. Но если использовать все его возможности и опыт других стран, то мнение каждого правообладателя будет учитываться. К примеру, если постройка нового дома будет закрывать вид из окна другого дома, то без согласия жильцов строительство будет невозможно. 3D-катастро предусматривает возможность регистрации не только вот этого плоского объекта, квартир, но и вот этого вида из окна. И тогда уже с вами начнут согласовывать все эти мероприятия. Если вы зарегистрировали этот вид из окна, образно говоря, без вашего согласия никто сделать ничего не сможет. Такие перспективы для республики и других регионов России уже в ближайшем будущем. На сегодняшний день необходимо вносить изменения в законодательную базу и разрабатывать новые методы работы с геопорталом. Татьяна Филатова, Евгений Анисимов, Республика. Дорожный ряйт сегодня прошел в Новочебоксарске. С помощью специальной передвижной лаборатории специалисты Чуваш УПРДОР взяли пробы недавно отремонтированного дорожного полотна во дворах. Лабораторию на колесах в Республике закупили в конце прошлого года, чтобы самим контролировать качество работ. Работа дорожной лаборатории начинается с взятия проб на улице Первомайская. Специалист вырезает небольшой кусок только верхнего слоя асфальтобетона. Именно его предстоит обследовать в лаборатории. В июле-августе на этом участке был проведен ремонт дорожного полотна. Теперь экспертам предстоит выяснить, насколько качественно. В 2013 году отремонтировано 36 дворов и 39 заездов к дворовым территориям. Заказчиком исчезает администрация города Новочебоксарска. В связи с тем, что действительно большой износ дворовых территорий в городе, проводится работа по ремонту дворовых территорий и заездов к дворовым территориям. Напряженный момент, особенно для подрядчика. Специалист замеряет толщину верхнего слоя асфальтобетона. Первые испытания подрядчик проходит успешно. Дальше образцы отправят в лабораторию. Уже там они пройдут детальное обследование. Проверяют их физико-механические свойства. Водостойкость, коэффициент уплотнения, толщину слоя и так далее. А потом соотнесут с ГОСТами и выдадут заключение. В идеале было бы неплохо провести все обследование на месте. В болевых условиях провести испытания затруднительно. Согласно ГОСТам надо выдерживать определенные температурные режимы и временные рамки. В связи с чем мы в данный момент используем автомобиль для отпора проб и доставку образцов в лабораторию. В любом случае, дорожная лаборатория облегчает работу. Раньше все делалось на глазок, теперь с помощью соответствующего оборудования. А проведенные испытания показывают, что нарушения все-таки есть. Проблема в основном с водонасыщением и коэффициентом уплотнения. Два показателя. Через 3-4 дня эксперты подготовят заключение и передадут заинтересованным сторонам. Если нарушения выявят, дорожная организация должна будет устранить их за свой счет. Ольга Григорьева, Евгений Анисимов, Республика. Сотрудники госавтоинспекции совместно с автофорумом за рулем провели день мотолюбителя. В рамках всероссийской социальной акции «Шлем всему голова». За один день все желающие смогли сдать экзамен и получить водительское удостоверение категории А, дающее право управлять мотоциклом. 85 мотолюбителей собрались в здании госавтоинспекции, чтобы сдать теоретический экзамен по правилам дорожного движения. Но смогли пройти испытания не все. Только 75 были допущены на теорию, из них лишь 36 дошли до практической части. На дорогах Чувашии из года в год возрастает количество дорожных происшествий с участием мототранспорта. Исходя из анализа, лица участия в дорожных происшествиях, как правило, не имеют водительское удостоверение. То есть не имеют элементарных навыков и вождения, и знаний правил дорожного движения. У кандидатов водителей мотоциклов, кто ни разу не пробовал пройти автодром до экзамена, возникли проблемы. А те, кто готовился заранее, практику сдали. В результате 18 человек получили заветные водительские удостоверения на право управления мотоциклами. Акция прошла успешно, признаются обе стороны. Это хорошая возможность, потому что основная задержка – это подписание заявления. Примерно полторы недели подготовился, почитал все вопросы, готовился к билетам, входил на вождение сюда же на Богданку, на том же Минске, на котором сдавал. Те, кто не сдал в этот раз, смогут попробовать свои силы через неделю. При условии тщательной подготовки к экзаменам. Основная проблема состоит в том, что у нас производит обучение не одна автошкола, и даже не один десяток автошкол, их уже более 23. Наряду с этим у нас получается процент сдачи экзамена составляет чуть более 50%. То есть, как вы понимаете, это только из двух один человек только сдает. Это очень низкий процент подготовки. Татьяна Молокова, Республика. Уже с 1 сентября вступают в силу изменения в Кодекс об административных правонарушениях. Теперь все штрафы за них не могут быть меньше 500 рублей. Информация опубликована в российской газете. За превышение установленной скорости движения и проезд на запрещающий сигнал светофора законом вводится повышенная ответственность в случае их повторного совершения. За управление транспортным средством в состоянии опьянения или отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения будет применяться одновременно и административный штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. При повторном нарушении сумма штрафа уже 50 тысяч рублей, а срок лишения – 3 года. Кроме того, в некоторых статьях предусматривается минимальный срок административного ареста – 10 суток. Законом также предусмотрена отмена такого документа, как временное разрешение. То есть с 1 сентября 2013 года при совершении права нарушения, влекущего лишения права управления, водительское удостоверение изыматься не будет. Обязанность дать водительское удостоверение у водителя наступит со дня, когда вступит в законную силу постановление суда о лишении его права управления транспортными средствами. На всероссийскую уборку всех жителей страны приглашают экологи. В субботу, 31 августа, в стране запланирован экологический субботник. К акции присоединилась и Чувашия. В этот день в городах и районах республики пройдут субботники. Причем в традициях недавнего прошлого. С выступлением агитбригад, концертами, митингами, шествиями, а также выставками и конкурсами на эко-тематику. Экологический десант высадится и в Заволжье, рядом с озером Астраханка, памятником природы регионального значения. Минприрода республики обещает доставить желающих до места назначения и обратно. Просят только заранее сообщить о своем участии. Желающих приобщиться к общему делу ждут на Ленинградской, 33 в 8 утра. Остается добавить, что всероссийской акции экологии пытаются улучшить состояние российских городов и районов, привить жителям страны экологическую культуру. Из всех искусств для нас важнейшим является кино. Было сказано одним известным человеком. Сегодня 27 августа день рождения российского кино. В этот день в 1919 году Владимир Ленин подписал декрет о национализации кинематографа. Первый российский фильм сняли в далеком 1908 году. Праздник кино по праву отмечают и в нашей республике, ведь долгое время в Чувашии работала собственная киностудия. В 1926 году ее основал Иоаким Максимов-Кошкинский. «Боложские бунтари» – так назывался первый фильм, который Максимов-Кошкинский снял в 1925 году. Лента получила восторженные отзывы зрителей и имела небывалый успех. Всего за время своего существования студия «Чувашкино» сняла шесть художественных и десятки документальных фильмов. К сожалению, большинство из них были уничтожены. В Чувашии остались только несколько фрагментов фильмов «Ял» и «Священная роща». Сегодня в России существует около 40 киностудий. И в настоящее время российский кинематограф переживает период возрождения, отмечают критики. Об этом говорит появление все большего количества произведений высочайшего качества, а также проведение многочисленных кинофестивалей. К примеру, в нашей республике ежегодно проводится международный кинофестиваль, который собирает тысячи поклонников кино. Кинематограф не имеет границ. Причем границ не только географических. Пол, возраст, социальный статус также не имеют значения. В кино люди приходят, чтобы разделить одну и ту же мечту. Сегодня в Чебоксарах открылся чемпионат МВД России по легкоатлетическому кроссу. В нем примут участие 553 спортсмена из 65 регионов страны. Женской половине участников предстоит пробежать дистанции 1,3 километра, а мужчинам 3,5 километров. Кроме того, в заключительный день спортсмены будут соревноваться в смешанной эстафете. Многие сотрудники Министерства внутренних дел – профессиональные спортсмены. Сборные команды МВД регулярно принимают участие в крупнейших спортивных форумах среди полицейских и гражданских. На Лондонской Олимпиаде в российскую сборную входили 102 спортсмена – сотрудника полиции. Они выступали в 22 видах спорта и принесли сборной почти треть от общего числа завоеванных наград. Забег был очень сильный, очень достойный. Все после чемпионата России, после чемпионата мира, все приехали сюда. Все участники финала чемпионата России, все убежали здесь. С ними соперничать было очень тяжело, так как сезон закончил. Больше всего отдыхала. Но я постаралась, что она смогла, то и сделала. На этом у меня все. Я с вами прощаюсь. До завтра.